Путешествие в страну-загадку Путешествие в страну-загадка Путешествие в страну-загадку 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 так хорошо так у вас там, Аня я знаю, что там две столицы есть две столицы есть там были раньше, хорошо, молодцы, мы как-то активнее не бойтесь, кто-то еще знает так, Женя, что знает? я знаю то, что так, ну ты подумаешь и вспомнишь, так, хорошо ну вы уже очень много, в принципе, знаете про Индию а сегодня, я думаю, мы с вами узнаем еще больше Аня, обратите, пожалуйста, внимание на те предметы, которые я вам сегодня принес они у нас будут стоять на протяжении всего урока видите, они все разные, правда? я думаю, в конце урока вы мне легко ответите, почему такие разные предметы я сегодня вам принес скажите, пожалуйста, до этого вы уже учили разные много других стран, правда? вспомните, какие страны вы уже учили, пожалуйста? Египет Египет, здорово Иран Иран учили, Женя Китай Китай, так, три страны все учили вы? Кирилл? Сирия и Малиония Сирия и Малиония, умница, так, кто еще учил? Англия? Англия, так, хорошо и Артур, Финьке так, хорошо, Финьке и все эти страны вы учили по определенному порядку, правда? да поэтому давайте с вами попробуем догадаться используя то, что вы учили разные страны что мы сегодня с вами сможем узнать про Индию, что мы будем учить, кто думает так? что мы про Индию сегодня с вами сможем узнать да, Аня? Какие там реки Какие реки, здорово Ее культуру Ее культуру, так, Влад Чем они занимаются? Чем они занимаются? И что они выращивали? Что они выращивали? И, Кирилл? Их язык и пищенность Их язык и пищенность, да Какие государства там были? Какие государства, молодцы, ребята, здорово Мы узнаем известнейших царей Так, молодцы, ребята Дело в том, что Индию вы будете учить два ока А на сегодняшнем уроке мы с вами действительно должны узнать где располагалась эта страна Какие там были занятия у людей Как влияла природа на их занятия И какие были особенности, которые отличали Индию от других стран Все это мы с вами узнаем Если наш урок будет плодотворным и успешным Согласны? Да Согласны, хорошо А сейчас, ребята, пожалуйста, вспомните Как природные условия влияли на жизнь других людей И географические, и природные условия Кто может вспомнить, что из предыдущего материала Как природные условия и географическое положение Влияли на жизнь других людей В тех странах, которые вы уже изучали Да, Никита В Египте была вечно засуха И только несколько месяцев был разлив Так, здорово, спасибо Кто что еще вспомнит? Какие еще природные условия не знаю? Что влияло? То, что природные условия в Египте влияли на то, что там была рожая в этих людей Так, хорошо То есть были бурные реки, правда? Да И было рожаемое землетелие Что еще? Реки назвали, правда? Да Что мы еще назвали? Когда было жарко, назвали, правда? Хорошо, что еще назвали? Что мы? Но? Какие еще мы с вами природные и географические условия не вспомнили? Ну подумайте, пожалуйста Море где-то вы уже учили, что было море? Море как-то влияет? Да Это Финкер Так, хорошо, спасибо А горе как-то влияют на развитие страны? Да Влияют будут, то есть все горе, да? Да Хорошо, ребята Сейчас мы с вами начнем изучать Индию Откруйте, пожалуйста, свои учебники Набряните 90-е И откройте свои атласы И попробуем с вами найти Где находилась Индия Так, кто уже нашел? Так, Женя, нашел, ищем, ищем Какой полуостров? Посмотрите, пожалуйста Какой полуостров? Так, все ищем Так, хорошо Аня нашла, молодец Так, еще одна Аня, да? Еще все ищем Какой там полуостров? Какой там полуостров? Вы видите все? Так, все нашли? Наразли Так, кто ответил? Женя, пожалуйста Полуостров, Ленингастан Полуостров, Ленингастан Молодец Все нашли, да? Хорошо, ребята А сейчас мы разберем те особенности Которые будут влиять На развитие этой страны Откруйте, пожалуйста, свои тетради Запишите тему урока Индия Так, быстрее, ребята, работаем Тема урока Индия Так, все написали? Да Так, хорошо, ребята Сейчас мы с вами попробуем заполнить табличку Делали в районах таблицы? Делали, хорошо, молодцы Значит, в первой колонке таблицы у нас будут две колонки В первой колонке он будет писать какие-то биографические особенности Которые сопутствовали Индии А во второй К чему они привели? Всем понятно? Значит, первая особенность Посмотрите, пожалуйста, на карту С юга Индия омывалось морем Правда? Нашли все? Какое там море? Индийский океан Там море и океан, так? Аравийское Так, Аравийское море С юга какой-то там океан еще есть Какой там океан? Индийский океан, да? Запишите, пожалуйста, в левом столбике Индийский океан Запишите Индийский океан Из тех знаний, которые получили раньше На локах истории На локах других предметов Как влияет океан и море на развитие страны? Давай догадаемся Как могу полагать Море и океан на развитие Индии Так, кто у нас там знает? Как зовут? Никита, да? Они могли быть хорошими мореплавцами Так, правильно Хорошо, Влад, еще У них была рыбная ловля Рыбная ловля, да Это с мая двух холодных веков Или теплая Это теплая Теплая океан В нашем случае Теплая индийская океана, да? Была очень хорошо развита торговля Так, торговля с Борова Ребята, океан индийский Он теплый А раз он теплый Как вы думаете? Что он мог приносить в Индии? Да Он мог приносить в Индии В Индии было жарко То есть было жарко Но раз там океан и море То там было и влажно, правда? Ребята, раз жарко и влажно А мы с вами должны изучить Еще одну особенность Индии Что там были джунгли Смышляет такого слова? Да Молодцы Кто что-нибудь мне может сказать про джунгли? Что такое? Ну смелее, ручки Да, Аня Это то место там, где очень много разных животных Диких Еще там очень много растений Так, хорошо, умница Аня Там тепло Там тепло Еще Никита Джунгли похожи на наш лес Только джунгли зарослые Так, ну на наш лес я не знаю Так, что еще? Так, можно найти фрукты Так, ребята То есть давайте Вы вообще молодцы Там очень много растительности Да? Да Там очень много животных Да? И земля-то Требует постоянной обработки Как вы думаете? Легко было жителям Индии Эту землю Приспособить для земледелия Нет Нелегко Если хотя бы год Они эту землю не обрабатывали То во что она превратится? В растительность Да, она снова зарастет, правда? Там будет очень много растений И она становится снова непригодной Для ведения хозяйства Значит, написали джунгли в левой стороне В джунгли В левом столбике пишем джунгли В левом столбике джунгли А в правом что напишем? Как джунгли влияли на развитие Индии? Ну, что напишем в правом столбике? Фрукты Так, много чего? Фруктов Пишем Что еще? Пишем Много фруктов, да? Много растительности Хорошо Здорово Что еще? Ну, что еще? Что еще? Там джунгли Там много джунгли Вы написали с вами Много растительности, да? А что про землю напишем? А? Что про землю? Да, Елена? Она плодородная Плодородная И что еще? Самое главное Требует постоянное что? Флорктов Обработки То есть не будем ее обрабатывать Она снова какой будет? Зарастет растительность Итак, пишем Требует постоянной обработки Итак, ребята Мы с вами уже назвали Что у Индии характерно Океан есть, да? В Индии есть джунгли Написали? Открывается? Так, смотрим я на карту А что еще Из природных условий В Индии Мы можем отметить Кроме океана И кроме джунглей Посмотрите Что еще характерно? Я вам подсказываю На севере Индии На карте Кто что увидел? Гималайи На севере Ну-ка, умница Гималайи То есть там горе есть Слышали горе Гималайи, да? И там самая высокая вершина мира Какая она, кто знает Как называется? Иверет Иверет И другое название Вершина Джама Джамалума Слышали такое слово? Так вот Гималайи Горе Пишем в левом столбике Горы Гималайи В левом столбике Гималайи Пишем Все разбивают? Да Так, молодцы Хорошо А кто мне скажет Гималайи Горы Как они повлияют На жизнь Жителей древней Индии? Ну, кто скажет? Как они повлияют Горы? Вспоминайте Вы учили других Изучение других стран Когда было у вас Вы учили Горы Как будут повлиять? Но Никита Они могли добывать полезные ископаемости Так, здорово Горы Это плодовая полезная ископаемость Мы будем с вами учить Какие? Молодцы А что еще? Что еще горы могли делать? Подумайте Высокие горы Самые высокие Как они могли повлиять? Я немножко подскажу На безопасность страны На глине, подумайте Ну, как, Кирилл? Это значит, что у них была Очень хорошая защита От нападения Нападения других стран Севера Представляете, высокие горы? Они защищали себя хорошо Север, да? Еще что может быть? Вспомните про горы, да? Может быть, может быть, затопление Так, в горах обычно берут начало Какие-то реки горные Они обычно бурные Да, молодец И еще Очень холодно И вдруг волосы как нету Но он чистый Так, чистый воздух Хорошо Значит, что мы напишем В правом столбике Напротив слова горы Защищали от чего? От чего? От нападения Ну, смелее От чего защищали? От нападения других стран Пишем, конечно Защищали от нападения Других стран Или других народов Написали? Защищали от нападения Ну и можно написать Про полезные ископаемые Что мы обычно знаем Что в горах? Но много Много полезных ископаемых Хорошо Видите, как много мы можем узнать Только из географического положения А про что мы еще с вами не вспомнили Посмотрите, пожалуйста, на карты свои В учебнике и в атласе Про что мы еще не вспомнили От чего зависит очень сильно Жизнь людей в древности Вы учили по другим странам От чего еще зависит, да? От рек От рек, молодцы, здорово Две реки, ребята, Инт и Гамм, да? Нашли все две реки Инт и Гамм Видите были две эти реки Запишите, пожалуйста, имя Инт и Гамм Так, пишем, пишем, пишем все Инт и Гамм Так, написали? Да Скажите, пожалуйста, о реке Как влияли на жизнь людей Так, Игорь, да Если у них были реки У них была хорошо развита торговля Они могли на кораблях плавать В какие-нибудь другие города И торговаться Тем более там не просто реки, спасибо Мы знаем, что реки берут с начала в горах, правда? Поэтому какие будут реки? Бурные Бурные реки? Что еще? Они могли хорошо выращивать растения Так, у них могло быть хорошее земледелие, да? Конечно, хорошо Так, дальше Что еще? В реках был ил И когда река выносила этот ил Когда была засуха То этим То есть илом хорошо удобряли землю Где в этом учили? Какой стране вспомнить? В Египте В Египте, молодец, умница Итак, ребята Давайте подведем черту Какие природные географические особенности Влияли на развитие Индии? Что мы с вами записали в таблице? Какие? Что там было? Так, называем Джунгли 1 Гори 2 Индийский океан 3 И? И полнолодные реки И Иган Так, хорошо, ребята Здорово Молодцы Вы хорошо поработали? Спрошу у вас Скажите, ребята, пожалуйста А любите вы виноград? Да Любите, хорошо Сейчас мы с вами попробуем составить виноградную гроздь Которая называется кластер Или просто схема У нас на слайде На схеме первое слово Занятие От него отходят какие-то веточки Там слова Чем занимались эти люди? Видите, откройте, пожалуйста, 92-ю страничку И скажите мне, найдите Чем занимались жители Индии? Я вам поскажу Четыре основных занятия Да, Игорь? Они занимались земледелем Земледелем раз Милана Они выращивали пшенич Ну что выращивали, найдем Хорошо, спасибо Еще чем? Животноводство Животноводство здорово Два Они плотовают Так, торговля Три, молодец И что еще? Что еще, Вероника? То есть занимались ремеслом Да? Итак, на нашем кластере И на нашей виноградной грозде То увидите на экране Первое слово Ремесло От него отходят четыре веточки Перерисовываем все, пожалуйста, в тетрадочку Первое слово Занятие Занятие Смотрим на экран Там слово Занятие От него отходят четыре веточки Ремесло Мы назвали земли и деревья Животноводство И торговля И от каждого слова От каждого занятия Вы должны найти в книжке И написать Что конкретно они выращивали Каких животных они Уже использовали и для чего Какие виды ремесла были развиты И с кем и чем они торговали Понятно знали? И у вас получится насыщенная Вкусная, сочная Виноградная века Работаем с учебником 92-я хранишка Заполняем схему Занятие жителей Древней Индии Занятие жителей Древней Индии Все нашли? То есть у нас с вами есть основа Четыре основных занятия А вы должны написать конкретно Что выращивали С кем торговали? Какие виды ремесла Были очень хорошо Развиты в Древней Индии Между собой Вы тоже можете Этому помогать Послава где искать Поэтому пожалуйста Ребята ищем И находим правильное дело Кто же справился Есть такие Так Игорь молодец Здорово Остальные пишем Ищем Помогаем друг другу И забываем Что вы одна команда Путешествия все зависит Так Милана готова Да? Молодец Так ищем Ищем Влад готов Да? Здорово Так они получаются? Да Хорошо Так вижу Кто закончил Молодцы Так минутка Ребята Будем проверять Хорошо? Ну что Я вижу Вы успешно справились Давайте проверим Кто что-нибудь Дописал Следим И по ходу Дописываем Итак Основным занятием Ребята Что было в Древней Индии? Земледель Земледель Молодцы Что они выращивали? Так Игорь Они выращивали Пшеницу Город Мяч Мень И просто Так Молодцы Записали Четыре Получилось у вас? Так Хорошо Молодец Спасибо Идем дальше Так Идем дальше Что еще? Чем они занимались еще Андрей? Животноводство Молодец Здорово Но? Они это Курок Ловец Кош Семей Так Ушов Сунов И лошадей Лошадей А кто заметил Какое-то животное Которое первое Сумели приручить Индии Ой молодцы Все заметили Да А когда вы называли Земляделие Посмотрите пожалуйста Какие-то Две культуры Тоже они первые Научились врачам Кто нашел Ирина? Хлопчатники Сахарные тростники Хлопчатники Сахарные тростники Хорошо Ребята Идем дальше Ремесло Какие ремесленники Были в древней Индии Так Аня пожалуйста Сначала Они Изготавливали Из меди Попозже Из бронзы Они изготавливали Ножи Наконечники Для Наконечники Копи 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 Да И стрелы Потом еще Мотыги Топоры То есть Работали с металлами Да Помните Вы с вами говорили Что горе есть Правда Поэтому не удивительно Что они умели Обрабатывать металлы Спасибо Аня А еще Какие ремесленники Были Попробуй догадаться Что еще умели Делать ремесленники Да Андрей Как вы говорите Раз Двух Хлоп А кто что То что Игорь А еще Они Занимались Торговой Торговой Правильно Раз Двух Хлоп А кто что Они Сделали Правильно Ткани делали Я думаю У вас во всех Есть хлопковая одежда Правда Когда мы одеваем Какую пору года Зимой Зимой хлопок А чем хлопок Характерик Что для них То материалы характерны В точке Хорошо пропускают Что В воду Когда жарко У нас в Беларуси Есть материал С которого мы тоже Любим носить одежду В летнее время Какую Какой это материал Плен То есть Лен и хлопок Это два Видово ткани Которые очень удобны В летнюю полу года Так И еще у нас осталась Торговля С кем торговали Кто нашел Что они продавали Да, Жаня Они торговали С Египтом Торговали С Египтом Да Они торговали Ну, именно чем Да Они торговали Всякими Ну, безделушками Например Ну, сережками Ну Ну, не безделушками Как мы это называем Ювелирными Украшениями Да, хорошо Спасибо Еще раз Торговали Между речью Так, хорошо Между речью Торговали Смотрите, ребята Когда мы с вами вспоминали Что есть океан Есть море Есть реки Это все Способствует торговле Правда И мы убедили Что наши предположения Были верны Кто что еще заметил Кто еще что заметил Да, Андрей Да И это С соседними странами С соседними странами Все, ребята Да Итак Дальше А еще к середине Второго тысячелетия Нашей эры Морская торговля Индии прекратилась Так Морская торговля Прекратилась Это одна из загадок Этой страны О которой мы сегодня С вами будем говорить Итак Давайте подведем черту Какие основные Виды занятий Вы любите Ребята Ну Какие основные Да, здорово Еще Ира И Примесло И Примесло И торговля Это вы способны К родным условиям Так Вы скорее Способны Природным условиям Этим занятиям Конечно Способны Так Хорошо, ребята Идемте С вами дальше Я в начале уроков Говорил Что это страна Тайна Страна Загадка В этой стране Еще примерно Пять тысяч лет назад Ребята Уже было свое государство Это очень большой период Правда Мы с вами Очень другие страны Поэтому У них было Довольно Райто Государство Ребята Они жили Как и в других Странах У них было Две столицы Одна на севере Вторая на юге Посмотрите Пожалуйста В своих атласах Два больших Известных Один на севере Второй на юге Где вы можете найти Кто догадает Сколько это были Так На севере Какое Город Они выделили Большими Возбуками Да Так Харапа На юге Махеджадару Да Вот ребята Это город Был Прочветающим Красивых Городов Неожиданно Ребята Для всех Жизнь Там Прекратилась Почему Это одна из загадок На следующий урок Я вам дам задание Вы подготовите Все что известно Про развитие Этого города Предположения Есть самые разные Даже я читал Что этот город Был нанесен Какой-то Удар Страшная сила Но конкретных Данных Конкретных документов По этому городу нет Постепенно Жизнь там Снова оживала Туда пришли Премена Одно из которых Называла себя Арии Вы это слово Также уже встречали Правда? Постепенно Эти арии Подчинили себе Других жителей Индии Открутите Пожалуйста Учебник На 92-й страничке Не найдите Кто такие арии 92-я Кто такие арии Да Терен С временем В счете Индийского общества Стало Делиться На Две группы Первая Арии Это Свои А Дасы Это Чужие А Дасы Чужие Молодцы Арии Свои Дасы Чужие Посмотрите Чем они отличались В жизни Дали И Арии И Дасы Чем они отличались Найдите пожалуйста 92-я страничка Учебника Чем отличались Дасы И Арии Так нашли Молодцы Кто у нас Влад еще не отвечал Да Арии Дасы Поклонялись Разум Бога Так еще Молодец Здорово Еще что Так передай Разное положение Разное положение Кто был на более Высокой ступеньке В обществе Арии Живецы Врахманы Так Ну ты нашел Я имею ввиду Арии Или Дасы Арии Арии Конечно Молодцы Вот ребята Главная особенность Которая выделяет Индию От других стран Вы с этим Еще не сталкивались На предыдущих уроках Помните Мы с вами Галина Чайрук Есть какая-то особенность Да Вот особенно Что они делились На группы И эти группы Назывались Как давайте Найдем книжки Как назывались Вары Хорошо ребята Это очень важная Особенность Которая Выделяет Индию От других Стран Давайте Запишем Тетрадь Что такое варна Все нашли Да Записываем Что такое варна Варна это Где пишет Скажи Вот да Варна Все нашли Артур Нашел Кто поможет Игорь Уже Команда Помогает Друг другу Найти Где варна Подсказываем Да Милана Насла Да Так давайте Послушаем Варна Большая группа людей Которая выполняла В обществе Одну и ту же Важную работу Имела Определенные Права И обязанности Так хорошо То есть Это большая группа Идеи Которая отличается От другой Да Так да Все понятно Ребята У вас на столах Есть текст документов Которые Это описание Про варны Найдите пожалуйста В одну Это описание Про три варны А во второй Про две Другие группы людей Нашли все Разделили документы Первый вариант Работает документом Где это описание Тро варны Он у вас по размеру Больше Все нашли А второй вариант С таким Понимкой Вы С карандашиком Читаете Отмечаете Какие характерные Особенности Присущие Каждой варне И выделяете Пять слов Есть такое Ребята Правило Пяти слов Самое главное Которое характерно Для каждой варны И потом Вы друг другу Объясните То что нашли Понятно Работаем Документом С карандашиком Выделяем Получится Первого варианта Как три варны Во втором варианте Одна варна И еще одна группа людей Которые имели Интересное положение Интересное название Сейчас мы от вас Узнаем Кто за такие Помните Вы должны найти Пять самых главных слов Которые вам позволят Рассказать про варну Для другого Варианта Так выделяем Если что не получается Есть непонятные слова Пожалуйста Позывайте меня Я всегда готов Прийти на помощь Получается? Хорошо Игорь находится? Молодцы Что у тебя Так кто уже справился с текстом И готов объяснять Своему соседу Члену нашей общей команды Да? Так хорошо Еще ребята Минутка И будем объяснять Друг другу По очереди Первый вариант Расскажет Второму Какие три варны Он изучил А второй вариант Расскажет Первому Какие Другие Другие Жили в Индии Вместе с первыми Тремя варны Да? Так хорошо Работаем Помните принцип Пяти слов Да? Так хорошо Вижу вы готовы Так Влад И И тоже Ла Хорошо Игорь готов Так Лана готова Молодцы Так Мы уже готовы Теперь ребята Объясняем Друг другу По очереди За то Что вы прочитали Первый Первый вариант Объясняю Второму Используя Принцип Пяти слов Ко своей И варны Второй Первому По очереди Так Кирилл Женя Работает Да? Так Объяснили Спросили Как у Зоя Поверили Так Хорошо Молодцы Работаем Так Не забывайте Поверить Как они Усвоили Ваше Объяснение Слышали 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 Получаются Молодцы Слышали Дон Е Слышали Слышали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что? Наварный. Хорошо. Давайте сейчас проверим, ребята, как мы с вами усвоили материал. У вас лежат тесты. Найдите, пожалуйста, тесты. Там 7 вопросов. Каждый себе пишет ответ в тетраде, решает тест самостоятельно и пишет ответ. А потом мы при помощи нашего экрана проверим, правильно ли вы справились задания. Можно совещаться. Вы же одна команда. Если совсем будет трудно, даете меня, ребята, на помощь. Хорошо, молодцы. Уже половину мальчишки сделаем, верно. Так, хорошо. Так, что у вас? Наборой голос. Как-то есть у вас, что есть у кого-то у вас. Ну, достанно, конечно. Так, все понятно? Молодцы. Так, все. На экран, пожалуйста, посмотрите. Проверьте свои ответы. Ответы? Проверьте свои ответы. Так, давайте проверим. Итак, первый вопрос теста. Влад, что у тебя? Индостан. Вообще-то? Да. Да, хорошо. Второй Влад. Ари. Ари. Третий. Дасы. Дасы. Четвертый, Никита. Варный. Варный. Пятый. Вероника. Сахарный тростник. Шестой. Влад. Слон. Слон. И седьмой же? Вайши. Вайши. Так, во всех совпало, да? Да. Ребята, молодцы. Мы сегодня с вами начали изучать очень загадочную страну. Скажите мне, пожалуйста, я говорил в начале урока, что в конце если вы хорошо поработаете, легко ответите, почему я принес с собой такие предметы. Что это у меня в руках? Ча. Сахар. 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 Просто не обычная коробочка, да? Да. Это что у меня? Лизо. 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 Кстати, слово с Индией. А это кто знает такое? Украшник. Это. Кто догадает? Слопчатник. Лобчатник. Это хлопот. Так что связывает эти три предмета? Ну а, Милана? Это все было в Индии. Не просто было, а что еще? Они первые сделали все это. Так, молодцы, здорово. Понравилось тебе, как там Индия? Да. Давайте попробуем написать ей оду, то есть стихи. Петискочные стихи называются синквей. У нас на экране будет образец этого синквей. Первое слово у нас Индия. Пишем слово Индия. Пишем слово Индия. В этой оде, ребята, после существительного идет два прилагательных, которые рассказывают про Индию. Потом три глагола. Потом фраза из четырех слов. И потом существительное синоним первому слову. На экране у вас образец. Вы работаете самостоятельно. Сейчас мы проверим, кого что получилось. Помните, два прилагательных. Ода должна быть красивая, раз Индия понравилась. Ода красивая и возрученная, правда? Так, пожалуйста. Прилагательные ищем, кому трудно друг другу. Помогаем, меня за граммопомощь. Индия какая? Что там делали, да? Потом предложение. Помогаем друг другу. Можно сделать одну одну на двоих. Так, Ирина готова, да? Хорошо. Кирилл готов. Здорово. Так, Игорь готов, да? Хорошо, Игорь, давайте мы попробуем прочитать коллективное сохранение. Так. Два прилагательных, девчонки, кто? Два прилагательных. Вероника. Красивая, возвышенная. Так, Игорь, три глагола. Выращивали хлопчатника. Не, выращивали хлопчатника. Что еще делали? Выводили желудок. Выводили еще. Выдавливали оружие. Так, то есть просто глаголы, без существительных, так? Так, дальше, кому какая фраза из трех слов, Кирилл? Индия очень умный народ. Индия. Ну не Индия народ, а кто? Индийцы, да? Очень умный народ. Так, хорошо. И синоник первого слова. Какой я у тебя? Забратка. Забратка у тебя какой? Даса. Так, Даса, да? У тебя? Али. Так, хорошо, ребята. Вы хорошо поработали, молодцы. Отвечали на сложные слова. Вот Ира активно. Андрей молодец. Да вот тут все молодцы. Игорь, Влад, Милана, Никита, Аня, Кирилл. Вы служили сегодня девятки, молодцы. Так, домой, ребята, записываем домашнее задание. Домой Индия. Записываем все домой. Домашнее задание. Параграф 24. Кроме ответов на вопросы, я вам предлагаю еще сделать два задания. Кто-то, ребята, делает сообщение, используя дополнительные источники. В чем же загадка древней Индии? Мы говорим, что мы с вами загадка. Правда? Найдите Индия загадка. Подтверждение этим словам. А второй вариант на выбор, который захочет. Какой-то рассказ устный про жизнь одной из ванн. Понятно? Понятно. Хорошо, ребята, спасибо за работу. Урок закончен. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!